Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Мы рассказываем о манипуляциях и пропаганде в масс-медиа и опровергаем неправдивую информацию о событиях в Украине. Меня зовут Марго Гантар. Нашумевшей историей прошлой недели стала новость о том, что в Чехии открылось представительство так называемой ДНР. Что же там произошло? Сначала на сепаратистских интернет-ресурсах, а позже и в украинских СМИ начали сообщать, что якобы в Европе появилось первое представительство так называемой ДНР. Представителем в Чехии стала некая Нелла Лескова. И тут сразу уточним важный момент. Она же является председателем чешской общественной организации «Народное ополчение», которая известна своей пророссийской риторикой поездками в самопровозглашенные республики на востоке Украины. Чисто технически получилось вот, что Нелла Лескова действительно зарегистрировала общественную организацию под названием «Представительский центр ДНР». Но когда активисты в Острове решили проверить, где же находится штаб-квартира, то обнаружили обшарпанное здание с зарешоченными и закрытыми пленкой окнами. Есть уже и ответ от чешского МИДа, где подчеркивается непризнание самопровозглашенной республики и опровергается любой возможный факт дипломатических отношений. Самопровозглашенная ДНР не может иметь аккредитованное дипломатическое представительство в Чешской республике, поскольку Чешская республика не признает ее существование. Она не является субъектом международного права, и Чешская республика не имеет с ней дипломатических отношений, поэтому Чешская республика не может ни принимать, ни регистрировать их дипломатических представителей. К слову, как сообщают Reuters, чешские спецслужбы уже успели заявить, что Россия проводит информационную войну в Чехии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, используя для этого в том числе марионеточные организации. Ряд российских СМИ, например, Московский комсомолец, НТВ, Известия, Звезда сообщили, что в Киеве декоммунизировали 1 сентября. Особенно раз переживались за линейку, которую, как сообщает Звезда, отменили. Но это не так. По словам московского комсомольца, киевская мэрия разослала по школам рекомендательные письма, в которых якобы настоятельно рекомендовали отказаться от традиционных линеек, так как они подпадают под закон о декоммунизации. Но ничего такого в оригинале письма, конечно же, нет. На самом деле, Киевский городской департамент образования и науки молодежи и спорта просто сообщил о том, что каждая школа теперь сама может выбирать формат проведения праздника. Ни о какой декоммунизации и запретах речь не шла. О пережитках советского прошлого действительно говорила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко. Но речь шла про линейку, а не сам праздник. Это можно понять из контекста. Вот ее цитата. Мы стремимся избавиться от пережитков советского прошлого и дать возможность школам самостоятельно определять формат праздника 1 сентября. И это не обязательно должна быть линейка. Российское издание Russia Today опубликовало новость о том, что Китай якобы забраковал урожай из Украины. В тексте новости говорится следующее. Урожай экспортной сои, кукурузы и ячменя из Украины был запрещен к ввозу в Китай из-за обнаружения в нем вредителей и нематод. При этом Russia Today ссылается на неназванные украинские СМИ и сообщения Госпотребнадзора. Но на самом деле речь идет о перечне незначительного количества украинских хозяйств, на территории которых были выявлены вредители. Сам размер этих полей настолько мал, что не мог повлиять на размер всего экспорта в Китай. Более того, именно украинские инспекторы провели предэкспортную проверку вышеуказанных хозяйств. А Пекин от украинского урожая не отказывался. Ни в новости Russia Today, ни в новостях газеты «Взгляд» или «The Dairy News.ru», опубликовавших этот фейк, нет упоминания этих важных фактов. В очередной раз видим, как российские СМИ, манипулируя фактами, превратили обычную инспекцию в тотальный запрет на экспорт украинского продовольствия в Китай. Аланц сожалеет о санкциях против России, сообщили заголовки российских РИА Новостей, Russia Today, Вестей и ряда других российских СМИ. Поводом для новости послужила цитата из речи французского президента. Вот она. Украинский кризис оказал влияние на отношения России с европейскими странами. На мой взгляд, ситуация заслуживает сожаления, поскольку она наносит вред всем сторонам, в частности, совместным экономическим проектам из-за санкций. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее найти наилучший выход из этой ситуации. Действительно, 30 августа Франсуал Ланд выступал на открытии ежегодной встречи французских послов в Париже. Фото, видео и транскрипт речи президента доступны на его официальном сайте. Но в самой речи говорилось о сожалении по поводу ситуации в целом, а не по поводу санкций, как это подано в заголовках СМИ. Таким образом, президент Франции хоть и констатирует ухудшение отношений между Россией и европейскими странами и выражает сожаление по этому поводу, он не призывает снять санкции. А официальная оппозиция Парижа, осуждение аннексии Крыма, непризнание законности крымского референдума и поддержка санкций остается неизменной, так как Россия не ликвидировала причины, вследствие которых и ввели. Санкции – это следствие незаконной аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кстати, первым, кто опубликовал материал на эту тему, было агентство ТАСС. И в их новости не говорится о том, что Ланд якобы сожалеет о санкциях. Это был выпуск StopFakeNews. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку, на почту или через форму сообщить о фейке. Больше опровержений читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok